Приветствую вас. Прочитал ваш текст. Первый вот, который вы написали в своем нулевом сообщении 1343. Вот. Хочу его сейчас разобрать с точки зрения профессиональной психотерапии. Вот. И, соответственно, выработать вам, возможно, какие-то рекомендации. Итак, у меня часто возникает недопонимание смысл. Вообще, нормальная история, потому что вы и ваши мамы разные люди, люди разных вообще эпох, люди разных времен. Ваша мама, скорее всего, родилась в Советском Союзе. Вы родились либо в конце, ну, в конце уже этого самого Советского Союза и его почти не застали, либо уже после, значит, его распада. И это совершенно две разные вообще вселенные. Поэтому недопонимание с матерью нормально в силу разности ваших ценностей, разности ваших идеалов, разности вашего мышления, разности вообще вас как людей. Вот. Другое дело, что недопонимание можно воспринимать совершенно по-разному. Ну, например, приведу очень банальный пример, когда вегетарианец и мясоед, вот представьте себе, что я вегетарианец, а вы мясоед, да? Вот. И вы говорите мне о том, что, ну, мясо это хорошо, а я говорю, что вегетарианец это хорошо. Соответственно, ни вы, ни я друг друга понять в этом не можем. То есть, вы не можете понять, как можно есть мясо, и я не могу понять, как можно его есть. Но мы с вами всё равно можем общаться, если каждый из нас не воспринимает вот это вот недопонимание на свой личный счёт. То есть, не воспринимает то, что, допустим, вы не понимаете, как можно быть вегетариантом, как то, что вы вообще не понимаете, как можно быть мной. То есть, очень важно, как вы воспринимаете недопонимание. И восприятие недопонимания, оно прямо зависит от того, насколько человек в себе уверен. Словно говоря, если человек в себе уверен недостаточно, то есть, если у человека есть какие-то вот, какие-то моменты в себе, которым он не смог, не может выработать отношения, с которым он не может сформулировать своё отношение, не может и что ему с этим делать. Вот. Если человек что-то в себе не принимает, если человек в чём-то сомневается, если человек в чём-то стыдится, вот, то недопонимание не только матери, но и любого человека будет восприниматься в той или иной степени болезненно. Ну да, чем человек ближе, тем более болезненно будет восприниматься, безусловно, но, тем не менее, это системная история. И недопонимание с кем-либо вообще нормально, полного взаимопонимания между людьми ну, достичь практически невозможно, потому что двух одинаковых людей не бывает. И, в общем-то, наиболее сильные недопонимания возникают именно между самыми близкими людьми. Почему? Потому что, в отличие от людей не близких и не родных, родные люди не способны выбирать, собственно говоря, своих родственников. То есть, к примеру, ребёнок не выбирает своих родителей. Родители не выбирают себе ребёнка, ну, если они только не берут приёмного, да? Вот. И из-за этого, собственно, очень разные люди вынуждены жить вместе. Из-за этого очень разные люди считают, что они друг другу что-то должны. И вот эти очень разные люди, ну, имеют, собственно, претензии друг к другу, кажущиеся им обоснованными. Вот. Это, естественно, не так. Вот. Поэтому недопонимание с мамой – это нормально. Как и недопонимание с кем-либо. Вопрос в том, как вы воспринимаете это самое недопонимание. Здесь на форуме похожих проблем тьма. Ну, причём здесь похожие проблемы на форуме не очень понятно. То ли это связано с тем, что вы сравниваете себя с другими людьми, то ли это связано с тем, что вы не очень уверены в себе и пытаетесь за счёт похожих тем придачей своей проблеме более, ну, более важное значение, что ли. В жизни я тоже постоянно встречаю людей, у которых большие проблемы в взаимоотношениях с мамой. Нет. Скорее вы просто обращаете на это внимание в силу того, что для вас эта проблема как-то вот, ну, имеет значение и актуально. Проще понять ситуацию, когда она отличная с очевидной расстройственной психикой, когда её действует не всегда очевидно разрушительная последствия для людей, в том числе для взрослых детей. У нас сложнее разобрать ситуацию, где как раз подводные камни глубокие, где проблемы скрыты, и замаскированные рядовыми обидами и обидами и бытовыми ситуациями. Смотрите. Здесь и, собственно, в следующем абзаце, вы говорите о незавершённости своего гештальта относительно понимания своей матери. В этом вам, безусловно, помочь можно. Можно помочь вам лучше понять свою мать, и можно, в общем-то, попробовать посмотреть на неё не как на мать, а как на человека, на личность, на женщину, и тогда, если посмотреть на неё под таким углом, то, в общем-то, все её действия становятся вполне очевидными. Другое дело, что это её не обрадывает и не снимает с неё личные ответственности за какие-то действия. Но как бы вот уровень понимания, да, очень сильно возрастает, как только мы смотрим на людей, на родных людей, не как на родных людей. Вот. Грубо говоря, основная проблема для ребёнка заключается в том, что он не может посмотреть на, допустим, свою маму как-то по-другому. Не может увидеть ни, например, женщину, как вы не можете увидеть ни женщину, потому что, вероятно, ваша мама не демонстрировала своё женское поведение, или демонстрировала его очень мало, вы не можете посмотреть на неё как на человека, потому что ваша мама, опять, редко демонстрировала своё чисто человеческое поведение. Вы не можете посмотреть на неё как на личность, потому что в российских, я полагаю, реалиях, рядовые матери имеют мало возможностей для проявления своих личностных качеств, для проявления себя как личности, а проявить себя как личность, это означает сделать выборы. Зачастую все основные выборы, которые человек делает как личность, уже сделаны до рождения ребёнка. Поэтому ребёнок рождается, и, в общем-то, до своих родителей, кроме как родителями, он не видит. Вот. Из-за этого очень непонятно, когда родители совершают какие-то действия, вот как вы говорите, ну вот, не такие явно аддиктивные, да, очень сложно понять. Сложно понять, например, почему мама всё время, например, своего ребёнка ругает. Или сложно, например, понять, почему, там, не знаю, мама требует, там, своей дочери, там, к примеру, по цене каких-то успехов. Или, там, запрещает ей, к примеру, какие-то очевидные вещи вроде. Гулять, встречаться с парнями, одевать какие-то наряды и прочее, прочее, прочее. Вот. Вот это, понятно, странно, потому что, казалось бы, ну, матери, они так и не делают. Матери, нет. А вот люди, люди. Женщины, женщины, да. И вот это ключик, ключик, ключик к пониманию того, почему человек ведёт себя именно так. Дальше. Я лично, наверное, до сих пор не могу определить главные причины наших главных недопониманий конфликтов. Вы не можете определить главные причины для недопонимания конфликтов только по той причине, что их нет. Главных причин для недопонимания конфликтов нет. Есть ваша ответственность за конфликт, есть ответственность с матерью. И вам необходимо, как бы, уловить свою личную ответственность за конфликт, уловить то, что вы вкладываете в конфликт с матерью, и уловить момент недопонимания. То есть, момент вашего непонимания мамы и свою реакцию на это. И всё. И этого будет достаточно для того, чтобы конфликта больше не случалось, не повторялось и прочее. Другого человека понять можно, но очень сложно. Вообще, это наиболее лёгкая часть психологической работы, когда клиент пытается понять кого-то из своего окружения, потому что это из области погадать. Вот мы с ними такие классные за деньги клиента и гадаем. Ну, замечательно, на самом деле просто красота. Вот. Я понимаю, что это очень лёгкая работа, это очень лёгкие деньги, но стараюсь не увлекаться такими вещами. Только если очень сильно клиент просит, просит, я что-то такое делаю. Но, в основном, я отказываюсь участвовать в этом процессе. В основном, я отказываюсь пытаться понять других людей, потому что, ну, объективно, это вообще не уважительно по отношению к клиенту. То есть, если вот, например, мы с вами на консультации, да, будем обсуждать вашу маму. Ну, это странно. Другой вопрос, другое дело, если с помощью специальной техники постараться вашу маму понять через вас, да, это можно сделать. Но это делаете вы сами. Это делаете вы сами, а не, допустим, мы с вами габа. Поэтому, я просто здесь хочу сказать, что пытаться понять другого человека, это неблагодарное дело. А пытаться понять причины конфликтов, значит, снимать с себя личную ответственность за этот самый конфликт. Потому что все в конфликте, ответственно оба, и каждый несет 50% ответственность за него. Далее, далее. Я понимаю, что внешний конфликт зачастую только верхушка айсберга, на деле проблема может быть совсем другим. Да, проблема в личном конфликте каждого человека. И когда человек перекладывает ответственность за свой внутренний конфликт на другого человека, и возникает, собственно говоря, уже конфликт между людьми. Дальше. Суть другая. Я хочу добраться до нее, но я вам не запутал. Но вам надо добраться до своей сути, да, то есть до своего внутреннего конфликта, а не до, к примеру, конфликта вашей мамы. Даже у меня такое ощущение, что вы пытаетесь ее понять, а не себя. У меня даже сил нет на сегодняшний день, но желание разобраться все равно есть. Ну, опять же, если у вас есть желание разобраться в себе, вы можете обратиться к любому психологу, который вам понравится, и в процессе беседы во всем разобраться. Многие лирики написали, а от усталости трудно сформулировать конкретно. И вот здесь не очень понятно, бронгку усталость вы говорите, то есть если вы говорите усталость накоплена на друге, не очень понятно, почему вы решили усталость написать вопрос достаточно серьезный на психологическом форме. Если же вы устаете постоянно, то ничего страшного нет, мы мало нет, что написали хоть это. Скажите, пожалуйста, какие обычно самые распространенные задачи в своих взаимоотношениях должны решать отцы и детям в данном случае? Задача личных границ, то есть где ты, где ребенок, где моя ответственность, где ответственность, где ответственность ребенку. Думаю, специалисты верные решают, какая грустная, скажем так, статистика. Нет, статистика это вообще зло, я вам честно скажу. Может даже вполне оформлено. Что это за проблема? Глубинное и последовательное неприятие матери своего дитя. Нет, глубинное и последовательное неприятие матери своего дитя это бывает, конечно, но это достаточно редкая история. Зачастую это просто проблема внутренних конфликтов, внутренней недовлетворенности и переноса, соответственно, на ребенка образов, негативных образов тех или иных людей. Не более того. Значит, обработка через него собственных травм, да, это более какие-то родовые задачи. Ну, это вы уже больше про сценарий говорите, но да, это тоже вероятно. Или простой эгоизм, когда, в первую очередь, думает о своих чувствах. Ну, вы знаете, здесь у вас в корне неверное понимание эгоизма, потому что эгоист, он в первую очередь любит себя, любой любящий человек понимает, что если он хочет жить в любви, то ему нужно делать счастливыми для других людей. Поэтому ваша мама не эгоист, она себя не любит, и она именно по этой причине переносит на вас какой-то свой негатив. Если бы она себя любила, если бы она умела себя любить, во-первых, уже не было бы никаких конфликтов, и она бы, любя себя, она могла бы любить вас. Поэтому нет, ваша мама точно не эгоист. У вас просто расхожее, ложнее представление о том, что такое эгоист. В теме вспомнилась фраза «Новомодный писатель, называть это проклят». Так, ну, я не очень понял, зачем вы привели эту достаточно, скажем так, популистскую фразу. То есть я бы, честно скажу, что это, знаете, вот как-то, ну, данцовый, попаховый, да. То есть, понимаете, мама это не проклятие, как бы. Проклятин своих родителей делает сам человек зачастую. Понимаете, какая штука. Опять же, по причине переноса ответственности за свои проблемы на тех, кто ближе всего. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.